Валерий Курас Снегири Здравствуйте, дорогие наши друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы расскажем вам об одном из самых мужественных подвижников нового времени. Это священно-мученик Августин, архиепископ Калужский. О нем слышно мало, но и этого мало вполне достаточно, чтобы подивиться его вере и твердости в трудные годы безбожия. Родился он в Костромском селе в конце 19 века. Казалось бы, в этом нет ничего примечательного. А ведь что значило родиться в России накануне века 20? 20-го. Значило дожить до революции, а потом сделать роковой выбор – с кем я? С новой властью или с народом? Владыка Августин выбрал второе. Да и не мог он поступить иначе, ведь с народом он вырос. Бросить простых людей в лютую годину испытаний – для него это было все равно, что предать самого Бога. Церковь любил он с малых лет. Однажды Саша Беляев, так звали владыку в детстве, когда родители не взяли его на пасхальную службу, тайком убежал из дома в храм. Спрятался там на хорах и, конечно же, заснул, потому что часто был поздний. Пришли родители домой разговляться, а сына нет. Пошли его повсюду искать, а он тем временем уже разговелся в храме вместе с певчими и встретил там отца и мать с сияющим лицом. Как-то раз в их дом пришел благочестивый странник. Его почитала вся округа. Обратил он взор на маленького Сашу и тихо произнес – архиерей. Но Саше больше хотелось стать учителем, и когда вырос, он действительно им стал. А потом решил жениться на одной православной девушке. Перед самым венчанием в дом Беляевых опять пришел все тот же странник. Снова взглянув своими глазами на молодого Александра, он также тихо повторил – «Ну, здравствуй, Саша, архиерей». «Ну, какой я архиерей? У меня невеста!» – ответил тот. «А все-таки архиерей!» – настоял странник. Еще долго смотрел на него с какой-то непонятной задумчивостью. Вскоре в счастливой семье родились две дочери. Но на дворе уже стоял 1920 год. И даже не стоял, а медленно полз по нашей земле, принося с собой беды и скорби. Война, голод, разруха – все это вдруг, подобно шальному вихрю, ворвалось в семейное гнездо Александра Беляева. Не пережила этот год его любящая супруга. На руках у него остались две малолетки. Но мир не без добрых людей и заботу о них взяла на себя няня. А сам Александр в том же году, тяжелом году, стал священником. Так начали сбываться слова премудрого странника. Минуло еще три года, и его пророчество исполнилось во всей точности. Отец Александр был пострижен в монашество. С именем Августин и стал епископом Ивана Вознесенским. Церковная жизнь в городе тут же оживилась. Люди проснулись от какой-то пагубной дремоты. Храмы опять стали полными, и даже дети коммунистов тайком начали их посещать. Однажды пришли к владыке ивановские ткачихи и пожаловались, что начальство принуждает их работать в воскресные дни. В ответ на это владыка выступил с пламенной проповедью. Обличил он безбожную власть и даже привел рассказ о жадном помещике, который заставлял крестьян работать на себя всю неделю. На своем поле крестьяне могли трудиться только в праздничные дни, потому и приходилось им пахать даже на Пасху. Ставили они зажженные свечи на плуг, бороздили поле и распевали пасхальные песнопения. «Всего могут нас лишить», – закончил свою проповедь владыка, «но нашу веру и свободу во Христе никто у нас не отнимет». Для большевиков такой епископ был, как кость к горле. Пытались ему угрожать, но бесполезно, не боялся он ничего. Казалось, сделан был из твердого булата. Слухи о нем докатились и до Москвы. Осенью 1926 года оттуда пришел приказ доставить епископа Августина в столицу. Так начался его почти десятилетний крестный путь. Ссылки, застенки, лагеря, но главное – люди. Своих бедствий владыка словно и не замечал, а людям везде старался помогать. Его могучий дух поддержал многих слабых, а его мудрые уста, не умолкая, всюду возвещали о Христе. И сотни узников становились верующими именно в тюрьме. В середине 30-х годов владыка вышел на волю и стал архиепископом калужским. Но, как и сам он предчувствовал, воля эта была очень короткой. Ведь надвигался грозный 1937 год, год русской Голгофы. Десятки архипастерей безвинно погибли. Не избежал этой участи и владыка Августин. В чем же обвинили его? В том, что он пытался свергнуть советскую власть, ни больше, ни меньше. Впрочем, для большевиков такие архиереи впрямь были опасны. Ведь за такими шел народ. Не ждал владыка пощады и не просил помилования. Стойко принял смерть за веру во Христа и оставил нам пример беззаветного мужества. Завтра наша церковь прославит его память. Будем помнить о нем и мы. Такие люди рождаются нечасто, но успевают сделать очень много. А нам, нам остается только благодарить их от всего сердца. До свидания, дорогие мои друзья. До свидания, мои хорошие. Всего вам самого доброго. И да хранит вас Господь молитвами всех новомучеников российских. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова